Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь доктор Косов и сегодня мы будем говорить о количестве жидкости, которую мы должны употреблять за сутки. Да, многие из вас и небезознавательно скажут, что это должно быть в районе двух литров. Да, такая информация постоянно преследует нас во всевозможных средствах массовой информации, я не знаю, в том же самом интернете и тому подобное. Так ли это? Ну вот давайте попытаемся разобраться. Ну для начала мы давайте попытаемся разобраться в том, от чего же зависит то количество жидкости, которое мы должны употреблять за сутки. А на самом деле в этом уравнении несколько переменных. То есть несколько переменных значений, которые могут варьировать в достаточно широком диапазоне. И соответственно результат этого уравнения будет разный. Но прежде всего давайте, например, самый простой вариант возьмем. Это масса тела. Безусловно, небольшая субтильная девушка и здоровенный 150-килограммовый мужик должны потреблять разное количество жидкости в сутки. Это понятно. Какое? Об этом немного позже. Одно дело, когда речь идет о представителе уважаемого офисного планктона, который целый день сидит в нормальных климатических условиях и не занимается интенсивной физической нагрузкой. А другое дело, представители не менее уважаемой профессии грузчика в порту, который с утра до вечера занимается тяжелой физической нагрузкой, иногда под палящим солнцем, иногда во время каких-то других климатических зонах. То есть это тоже разные позиции. Одно дело, когда человеку 20 лет, и другое дело, когда ему 70. Это тоже разная ситуация. Как видите, я назвал несколько всего лишь этих переменных в уравнении, и вы уже начали ощущать, что разница достаточно серьезная. Итак, какое же количество действительно мы должны употреблять? Более продвинутые пользователи интернета наверняка видели или слышали о такой простой формуле, где говорится о том, что для того, чтобы рассчитать правильное количество жидкости, выпиваемой за сутки, необходимо всего лишь, скажем, 30 мл умножить на ваш вес. И получится то количество, которое вы должны употреблять за сутки. Так это и не совсем так. Дело в том, что по европейским нормативам это 25-30 мл, а по, например, американским это 30-35 мл. То есть уже разница. И не потому, что мы живем на разных континентах, представление об этом вопросе просто немного разное. Но если бы это было так просто, это было бы, наверное, слишком просто. В этом случае учитывается всего лишь одна переменная. Это масса тела. Да, вы скажете, что это достаточно важная переменная, но, поверьте, она далеко не единственная. Еще раз повторюсь. И надо учитывать и массу других переменных. Итак, как же мы будем все-таки считать? Вот для нас с вами, живущих вот на этом континенте и ведущих, ну, увы, достаточно разный образ жизни. Итак, мы берем за основу 25-30 мл на килограмм веса. Но мы будем добавлять по 5 мл к этому количеству в зависимости от ответа на следующие вопросы. Первый вопрос. Моя масса тела нормальная или избыточная? Если ответ избыточная, то мы добавляем 5 мл к этим нашим 25-30 мл. Ну, например, это будет 30 мл. Дальше. Мы ведем активный образ жизни, то есть у нас есть интенсивная физическая нагрузка, или ее нет. Если она есть, мы добавляем еще 5 мл к этому значению. Дальше. Если мы живем, понимаете, если первый вариант где-нибудь, я не знаю, в Анадыре, а другой в Арабских Эмиратах, безусловно, будет потребление жидкости разное. Поэтому климат здесь тоже важен. Если мы оцениваем среду обитания как сухую и жаркую, то добавляем еще 5 мл. Если нет, это средняя полоса, там, то же самое, предположим, России, это весенний-осенний период, когда ни холодно, ни жарко, в этом случае мы ничего не добавляем к этому значению. Мы в данной формуле учли всего лишь 3 основных дополнительных позиции, так скажем, к тому, что мы обычно должны учитывать. Но их, этих переменных, еще целая куча на самом деле. Учесть все позиции, такие как интенсивность работы выделительной системы, активность эндокринной системы, особенности пищеварения и так далее, и так далее, сахарный баланс, особенности вообще гомеостаза в организме данного пациента как такового может оценить только врач. Поэтому сколько пить жидкости за сутки, этот вопрос вы должны параллельно с каким-то, может быть, другим посещением вашего врача задать вашему лечащему врачу, который знает вас хорошо. Если он знает вас хорошо, конечно. Какие жидкости мы должны употреблять? И надо ли пить, например, те же самые 2,5 литра просто чистой воды? Нет, в данном случае, когда мы говорим о подсчете таким способом, мы говорим о суммарном количестве жидкости, потребляемом за сутки. Но мы должны понимать, какую жидкость надо считать, а какую нет. Самый идеальный, конечно, вариант, когда речь идет просто о чистой воде. О чистой питьевой воде, но следующим положением в этом длинном ряду я бы поставил, например, питьевую минеральную воду или столовую минеральную воду. То есть, это минеральная вода с низким уровнем минерализации, которую можно пить без особых ограничений по количеству, при этом потреблять еще какие-то дополнительные минеральные компоненты, которые полезны для нашего организма. Следующая позиция – это уже лечебная минеральная вода. То есть, как правило, уровень минерализации в таких водичках достаточно высокий, и вот часто, и в большом количестве, такую воду самостоятельно использовать не стоит. То есть, это те водички, уровень минерализации которых уже приближается к 10 граммам на литр. То есть, это достаточно высокая концентрация растворенных компонентов. И такую воду надо уже пить действительно по назначению лечащего врача в каких-то определенных патологических ситуациях. Как относиться к простому чаю? Если это обычный неконцентрированный чай, то никаких проблем мы его можем сравнять с обычной чистой водой. По большому счету, конечно, если там ложка не стоит от концентрации. Такая же ситуация с кофем. Если это то, что в Европе мы называем американо, то есть, это порция эспрессо плюс достаточно большое количество воды, то, в принципе, такой кофе не особенно сильно влияет на общий солевой баланс в нашем организме, потому что он уже компенсирует ту порцию эспрессо большим количеством жидкости. Вы знаете, что в хороший кофейник порцию эспрессо вам дадут стакан воды, для того, чтобы как-то сбалансировать этот процесс. Да, действительно, кофе обладает немножко большим мочеводным эффектом, и поэтому вследствие его употребления будет выводиться несколько большее количество жидкости. Но этой позиции, в случае с американами, мы можем пренебречь. Вместе с тем, если мы употребляем, скажем, несколько порций эспрессо за сутки, то, безусловно, это необходимо компенсировать достаточным количеством жидкости дополнительно. Что касается соков. Соки относятся к категории нейтральных водных нагрузок. Что в данном случае подразумевается? Дело в том, что растворенные в соке вещества находятся в такой концентрации, которые уравнивают получение жидкости и ту негативную, по сути дела, сторону, которую привносят растворенные в ней компоненты. Я не имею в виду витамины и тому подобное, то есть их положительную роль, а вообще растворенные вещества как таковые. То есть асоматическое и онкотическое давление. То есть количество растворенных компонентов. Полезно или не полезно, это уже другой вопрос. Мы просто говорим о суммарном количестве. Так вот, если речь идет о 100% свежевыжатом соке, то это ноль. Мы как бы и потребляем жидкость, но считайте, что мы ее практически не потребляем. Сколько бы мы его не выпили, напиться мы им не сможем, по большому счету. Да, может быть чисто по ощущениям, да, но по балансу именно асоматического и антикотического давления, нет, там все останется на том же уровне. И если этот уровень будет превышен, например, ну скажем, речь идет о морской воде, мы взяли и выпили стакан морской воды, то мы при этом украли какое-то количество жидкости нашего организма, потому что количество солей, поступивших в наш организм, будет превышать то количество жидкости, в котором они должны находиться. Один старый врач говорил так, пить надо столько, сколько хочется, и еще один большой стакан. Он говорил, кружка, и вытаскивал из-за кафедры громадную алюминиевую бадью, такую, не знаю, грамм 400, наверное, по объему. Были в те времена такие, с алюминиевой, на маленькую кастрюльку смахивающие ручки, кружки. Наверное, по большому счету, где-то он прав. Дело в том, что те саморегулирующиеся механизмы, которые определяют водно-солевой баланс в нашем организме, работают достаточно точно и могут обеспечить правильное количество жидкости, употребляемой за сутки. Но чтобы была какая-то свобода действий, необходим еще какой-то дополнительный запас жидкости. Такой вариант я тоже считаю достаточно правильным в подсчете и определении количества жидкости, выпиваемой за сутки. Но каким вы будете пользоваться конкретно, решайте, конечно, сами. Надо также учитывать то, что с годами та сигнальная система, которая говорит нам о необходимости употреблять жидкость, то есть ощущение жажды, она, к сожалению, теряется. То есть пожилые люди не так остро ощущают жажду, как молодые. Поэтому они не так чутко относятся к тому, что в их организме наступает дегидратация. То есть то, что они потеряли слишком много жидкости, ее пора восполнять. Поэтому, ну, вплоть до того, что необходимо за этим более интенсивно следить извне. И здесь должны помочь и окружающие, и, может быть, какие-то напоминалки чуть ли не в мобильном телефоне, или, по крайней мере, порция, дневная порция жидкости, или воды просто, да, которая стоит где-то на видном месте, которую должен выпить пожилой человек за сутки. В этом случае его организм будет, безусловно, работать гораздо лучше. Как я уже говорил, всего лишь 2%, если мы теряем от общего количества жидкости, это уже критический уровень дегидратации. То есть это критический уровень потери жидкости, который необходимо обязательно вернуть. И здесь надо к этому достаточно серьезно отнестись, потому что все органы и системы у нас зависят от количества жидкости. Я имею в виду систему кровообращения, да, то есть как бы, да, и система выделительная, безусловно, и нервная система. В конце концов, даже суставы, их количество смазки, которые там участвуют в этом процессе, также зависят от количества жидкости, которые у нас есть в организме, да. Вот, поэтому постарайтесь следить за этим вопросом. Это, наверное, самый простой, с одной стороны, и самый дешевый способ поддерживать свой организм в нормальном состоянии. Ну, пару, может быть, слов о мифах вокруг употребления воды. Ну, очень часто бывает так, что и не мифы в том числе, да. Значит, где-нибудь в каких-нибудь модных бьюти-журналах говорят там молодым женщинам о том, что надо пить достаточное количество воды, и от этого зависит тургор кожи и тому подобное. Да, в какой-то степени да, но, поверьте, совершенно не критически. Даже недавние исследования подтвердили, что тот уровень гомеостаза, то есть тот уровень саморегуляции, который есть в нашем организме, не позволяет чересчур высыхать кожи или изменять ее естественный тургор под действием только количества жидкости, которую мы употребляем. Это в большой степени зависит от сухости воздуха, да, от возраста, да, от многих других факторов, но не от количества того баланса, который мы употребляем или не употребляем. Также стоит сказать, наверное, и о другой стороне этого вопроса. Я имею в виду в данном случае избыточное количество жидкости. Есть целый ряд людей, отличающихся патологическим максимализмом, которые думают, что вот чем больше, тем оно лучше, да, то есть и которые употребляют, там, не знаю, по 4, по 5 литров воды в сутки при нормальных условиях эксплуатации организма. Это тоже крайне плохо, потому что избыточное количество жидкости вымывает натрий из нашего организма. А натрий нам необходим для того, чтобы наш организм функционировал правильно, да, и его нервная система, и сердечно-сосудистая, и так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до летальных ситуаций на каких-то соревнованиях, когда накануне люди выпивали слишком много жидкости перед, скажем, какой-то марафон к дистанции, да, и из-за гипоконатриемии просто-напросто отправлялись, простите, в мир иной. Поэтому любые крайности не полезны, а то, как правильно посчитать нормальное количество жидкости, я вам постарался в той или иной степени сегодня рассказать. Итак, с вами был вновь доктор Косов. Задавайте вопросы, если таковые возникают там, внизу. Подписывайтесь на канал, если кто-то еще не подписался. А нас еще ждут тысячи и тысячи, я надеюсь, вопросов, которые будут касаться вашего здоровья, и которые мы постараемся развернуть вместе с вами и донести до вашего понятия и сознания. Всего вам доброго, не болейте в это непростое сегодняшнее время. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok